Великие Уфы Великие Ученые и Молитвенники, братья Кирилл и Мефозий, подарили славянам азбуку. Как драгоценный бриллиант сверкает в ней каждая буква мудростью и радостью. Давайте бережно рассмотрим некоторые из них. Буква Како. Как? Эта буква задает вопрос. Древний книжник нарисовал ее в виде задумавшегося человека, шагнувшего вперед. Он держит в руках птицу. Это символ души. И думает, как ему идти по своему жизненному пути. Буква Люди. Вы видите здесь охотника, поймавшего кабана. Кабан в средние века был символом низких помыслов людей. Человек, поражающий зверя. Это человек, победивший в себе плохие, злые желания. О букве «мыслите» мы уже говорили в прошлой программе. Эти три буквы стоят рядом в алфавите. Давайте прочитаем их подряд. Как, люди, мыслите? Вот такой вопрос нам задают мудрые братья Кирилл и Мефодий. Интересно открывать новые страницы, такой знакомой с детства азбуки. Тогда прикоснемся к еще одной мудрой истории. Буква РЦИ. На картинке мы видим человека. В одной руке у него жезл премудрости с трелесником на конце. РЦИ значит говори, изрекай. Отсюда и знакомое нам слово – речь. Вот мы и видим премудрость, трубящую в рог и одновременно созывающую слушателей. Говори и слушай премудрость. Буква «Слово» старинный переписчик книг изображает ее в виде пойманного связанного сокола. Сейчас на соколе колпачок, а когда он будет снят, то птица устремится вперед на ловлю премудрости. В поэзии творчество сравнивается с соколиной охотой. Заглянем в слово о полку Игореве. Баян пускал десять соколов на стаю лебедей, А какую лебедь настигал, Та первая пела песнь. Буква «Твердо» Мы слышим в названии этой буквы знакомое нам слово – «Твердый», «Твердить». А в изображении буквицы мы видим зверя, Нагруженного сундуками знаний. Он очень твердо чувствует себя в этом мире. Владимир Иванович Даль, Собиратель русских пословиц, сказок, Так понимает эту часть в азбуке. Будь тверд в слове. Много прекрасных, мудрых историй хранит наша азбука. И они открываются тебе, Когда ты с любовью и радостью Распахнешь свое сердце навстречу мудрости. Послушай, какие истории придумали наши юные художники и мудрецы. Придумай свою историю старинной буквы. Буква «П» – покой. Внутри этой буквы я нарисовала большую мудрую книгу. Рядом девочка, Которая, прочитав первые страницы, Мечтает о своем будущем. Буква «РЦ» – эта буква совпадает с глаголом «ректи», Что значит «говори, скажи, извлекай». Символ этой буквы я изобразила в виде дерева рябины. На Руси это дерево считалось символом счастья и мира в семье. Оно отгоняло болезни. Из него делали обереги. На ветках рябины изображена люлька – символ рождения ребенка. Продолжение рода. Листья рябины напоминают форму креста. И Бог забрал это дерево в райский сад. И на каждой ягодке появилась отметка в виде пятиконечной звезды. А звезда – это символ защиты. Рябина как бы говорит в рог изобилия, Что если в семье счастье, любовь и вера в Бога, То речь, как радуга, будет играть всеми цветами мира и добра. На вершине рябины три листника – символ мудрости. Внизу у рябины ростки – символ жизни и процветания. Рябина, радуг, рог изобилия, Рождество, рай, ростки, ребенок, род, Родина, Русь, Россия, речи, мудрые и благородные. Все это на величественную букву РЦИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова